всем привет вы на канале мотосибирь сегодня у нас новинка компас вот такой вот крутой компас смесь бегемота с носорогом у нас очень часто спрашивает версии которые будут для ежедневной эксплуатации как по дорогам так и в их отсутствии и ищет бюджетные варианты не хотелось бы кому-то брать кроссовый мотоцикл или эндуро и люди вы ищет выход из этой ситуации что делать и мощность большая вроде как не нужна порядка там 90 100 километров в час за глаза ехать там лететь никуда никто не собирается на заднем колесе никто стоять не будет и так далее хотят просто комфортно чтобы не било в спину чтобы были возможность что-то привязать если техника упадет чтобы были какие-то большие защитные дуги и вот так вот родилась данная модель заняла такую нишу среди идентичных мотоциклов мы например наблюдаем тот же самый рейсер турист который сделал в принципе по такому же сценарию вот такой вот красавец давайте по плюсы минусы посмотрим что происходит в данном аппарате объем двигателя 200 кубов сто девяносто восемь рабочий объем ю д сто шат три производитель лон цинь двигатель без балансировочного вала на толкателях достаточно сделан неплохо кто-то ищет с балансировочным валом кто-то на толкателях каждому свое и китайская индустрия предлагает те или иные варианты здесь на толкателях мотор вообще техника сделано по принципу чтобы было попроще проще простого вот мы видим здесь все решения шли исходя из этого легкая рама мотоцикл весит 100 килограмм сто пять для длинно базового мотоцикла это очень даже небольшая масса без учета бензина в баке что здесь какие решения реализованы длинноходные амортизаторы задней очень длинный ход стоят под углом атаки амортизаторы не самые дорогие но работоспособность неизвестно насколько их хватит как они будут ходить они перевернуты и посмотрим что время покажет в по ним очень сложно что-то сказать самое удивительное в том что вроде как нынешнее время все изменения почти все изменения китайской индустрии идут к лучшему будем надеяться что с этими амортизаторами будет происходить то же самое большая огромная звезда посмотрите звездище целое на 428 h цепи это тоже один из минусов я думаю можно было цепочку то уже посерьезнее поставить ловушка цепи присутствует достаточно неплохо сделано чему я очень сильно удивлен резиновый успокоитель жирнючий больше двух сантиметров толщиной я думаю на очень долго его хватит рама идет сваренная трубчатая без дополнительных каких-то больших усилителей вам сразу намекает что он полегче сделан не для того чтобы летать подлетать на на метр на два и приземляться однако сплошные укосины и везде есть сплошные швы проварены из минусов я бы отметил что нету сплошной перемычки между передним креплением и рамным соединением сзади стоит защита двигателя обратите внимание вот она от передней части до нижней части тоже и снизу защищает мотор из передней части также установлены сумасшедшие здоровенные дуги такой интересный вид ему придает от боковых падений защитит кроссовое переднее крыло но не из мягкого материала как мы привыкли видеть на кроссовых мотоциклах которые можно сгин согнуть там в бабочку в узел и как бы и вроде как ничего не будет здесь это не проканает разлетится в щепки передняя длинноходная вилка бюджетный вариант с длинным ходом не скажу что она супер какая-то супер работает как-то нет вообще обыкновенный вариант я бы сказал что это одно из минусов данной конструкции мне эти вилки не очень сильно нравятся они предназначены для дорог общего пользования и для небольшого внедорожья серьезные задачи передняя вилка решать не будет если вы будете долбить ее по пахоте тяжелых условиях эксплуатации она развалится как ни крути крепление верхней части сделано очень хорошо вот эти части вообще на высшем уровне в последнее время делают прям очень точно четко и все сходится и прикручивается без всяких проблем руль с перекладиной защита чтобы голову свою не снести все это есть руль сечение стандартная одинаковая и очень хорошо что стоит перекладина иначе вы при каждом падении просто бы этот руль сгибался в узел спереди стоит багажник самое удивительное что нету прижима на багажнике хотя был уверен что он будет изначально китайцы демонстрировали эту версию именно с прижимом но приехал без него сэкономили даже на поворотниках хоть и мягкие но обыкновенные лампочки еще даже не прозрачного цвета просто желтые желтые накладки сверху внутри прозрачная белая лампочка очень удивлен удивлен конечно раскладом думал хоть поворотники будут путями но не тут то было смотрите вы здоровенный сзади багажник жестко крепится предназначен для массы не более 30 килограмм пишут они так вот но по факту прочнейший багажник с усилителем с нижним с верхним усилителем молодцы здесь сделали справились со своей задачей полностью бардачок для ключей положить свечку ключи необходимые хоть какой-никакой но все-таки присутствует по дискам диски у нас стальные 4 на 10 на 18 сзади шина размер диск 18 на 185 узенький что дает ему преимущество в том что складываться диск не так быстро будет передние 21 косят под кроссы эндуро 275 на 21 узенькая шинка проезжать по грязи будет очень даже я думаю неплохо проскакивать так скажем смешанного типа протектор по дороге будет вести себя хорошо а по внедорожью грязь и что-то такое типа болотистой местности какая-то трава и так далее я думаю что будет затруднение будет буксовать нету бокового зацепа не будет вырывать клочками это вот просто по лесным дорожкам по пересеченной местности покататься или в деревне самый идеальный вариант и на трассу выйти не будет на скорости 80 100 километров в час плавать шина она будет нормально себя уверенно чувствовать глушитель сделан очень неплохо из двух составляющих крепления хомут жесткий промежуточная прокладка установлена защитка чтобы не обжечься все сделано здесь очень даже неплохо для второго пассажира есть складные подножки пластик кстати вот этот мне очень нравится последнее решение мягкий пластик ничего ему не делается ничего не боится а вот боковой пластик хрупенький и думаю при повреждении при падении будет разваливаться и спаять его будет достаточно непросто сетка нужно будет что еще хочется отметить кормить этот мотор pz 27 пустой коллектор развернут в обратную сторону немножко мне кажется маловат карп карп но и достаточно неплохо и мы видим когда я вначале пытался набрать максимальные обороты хоть и заслонка была не до конца была опущена но все равно долго думающим мало смеси закидывает да будет экономично на ходу я думаю порядка 3-4 литров будет расход pz 27 сильно не накидает смеси поэтому бензин вам будет экономить большой стопец вот такой здоровенный стоит здесь но стоит на пластиковом крыле такое она не внушает особо доверия поэтому если будут повреждения под крылу я думаю вот в этих местах крыло это легко отвалится сидение квадратичная длинная для двух человек я думаю будет достаточно неплохо особенно если вы не обладаете большой массой будет удобно сидеть людям там с ростом в метр восемьдесят и с массой не более 80 килограмм и думаю достаточно будет неплохо передвигаться если в одного так вообще идеальный вариант бак указывает что почти 10 литров но я что-то сомневаюсь что туда не наливали полный бак бензина поэтому точно сказать затрудняюсь вот крышка плотная резинка внизу достаточно объемная закрывается даже не двигается очень удобно зеркала дешевенькие беспонтовенькие накладки на ручки из дешевого материала я думаю что правильно сказать что это защита от веток они от падения потому что их пластик вообще ничего не может там защищать при первом нормальном падении рассыпется в щепки спидометр такой под классический вариант обновленные никогда таких не видел но вот он пожалуйста вас таким вот боковым будильником по скидыванию вот он обнуляется обычно здесь если помните в раньше такая пипипка маленькая была которая постоянно отваливалась и улетала никуда непонятно примутили сюда дешевую сигнализацию за 1000 рублей вот я уж думал от нее уходят но тут вот решили вернуться к этому вопросу интересная кнопка глушения эти всегда механизмы затворные нравились смотрится очень интересно но если так скажем часто и пользоваться неминуемо то что она отвалится этот курок таких случаев у нас он полным полно ручка газа с коротким ходом трос крепится сбоку сверху и достаточно интересный кожух салуминовый достаточно интересно выполнено не знаю для какой цели это сделали но присутствует вот такой вот интересный агрегатик не так много положительных конечно качество него как хотелось бы но это все-таки бюджетный вариант кстати по дополнительному подкрылку крылу нижнему тоже присутствует и очень хорошего материала я вот это хотел бы отметить здесь еще стоит крепление металлическое внутри вот такое вот который защищает его от легкого повреждения чтобы она там в ту или иную сторону попала в колесо и его просто по ходу снесло здесь металлические крепления присутствуют молодцы предусмотрительно удивился передним тормозам гидравлики здесь гидравлика усиленная стоит не знаю каким образом вообще сюда попал это усиленная гидравлика для чего она здесь нужна но большой массы здесь нету скорости большой он больше 100 километров 120 не может развить физически но гидравлику поставили более серьезную нежели стандартных версиях мотоциклах это было очень интересное решение из минусов еще бы хотел бы отметить не спрятали электронику релюшки болтается есть вот такие вот провода которые полностью не заизолированы с этим тоже придется бороться изолировать вот как-то очень странно почему нельзя было реле зарядки реле поворотов спрятать например вот сюда вовнутрь там и стоит устанавливается аккумулятор мне этого не непонятно какая-то глупая просто глупое решение какое-то интересные сигналики последнее время начали делать вот такие вот разъемчики аккуратненькие интересно смотрится прикольный аппаратик ну вот оценивайте технику ничего от вас не не утаили чтобы люди здравомыслящие покупали к покупке подходили к покупке данного мотоцикла поэтому на сегодняшний день когда все подорожало я думаю это будет находка будет прямой конкурент многим моделям и медичного класса стоит эта техника на сегодняшний день 87 тысяч рублей если кто-то захочет приобрести данный аппарат всегда подписчикам делаем конечно же скидки скидка на эту технику составит 5000 рублей в упаковке и 2000 рублей в собранном состоянии максимально старались сделать стоимость как можно ниже поэтому большой скидки не получается отправим в регионы на самых лучших условиях обсчитываем разные транспортные компании чтобы было людям покупать удобно у нас в описании будет ссылка наш официальный сайт посмотрите всю информацию ознакомитесь с нашим ассортиментом поэтому и заходите приобрести пишите ватсап вабер звоните все расскажем все поясним все посчитаем без всяких проблем что еще нужно сказать по максимальной скорости производитель указывает что максимальная скорость 120 километров в час не смог я выжать из него какую-то большую скорость потому что понимаю что там 100 километров в час сомневаясь а что он будет ехать 120 километров в час вот так правильно сказать у него крейсерская скорость 90 90 он бежит хорошо к 100 километров в час ты видишь уже что это максимальная наверное его скорость больше нету смысла его разгонять обороты там уже зашкаливает красную зону уходят тем более двигатель на толкателях не супер оборотистый не так как с балансирующим валом можно крутить там по 12 тысяч оборотов здесь больше мотор рассчитан на экономичность надежность и не на такие сумасшедшие высокий оборот как то так как то так еще нужно наверное пояснить что по поводу ножички смотрите складная ножичка не потрудились и сделали ну вот в этом механизме этот стопор меня конечно смущает я думаю вот эта часть она такая слабенькая еще здесь типа усилителя идет сварена на месте я думаю это при хорошем так скажем не очень хорошей эксплуатации она первое что выйдет из строя будете менять на сплошную складные ножки переключения ножки водителя здесь мощный такой чугунный вороток на которой все это на все это на котором все это держится не знаю для какой цели конечно сделали их вот такими вот складывающимися интересный конечно вариант вот но мне кажется эти затраты были лишними лучше бы на что-нибудь другое бюджет потратили центральной подножки естественно нет есть боковая боковая подножка не сказать что она сделана для грунта пятно небольшое угол маленький и длина ножки не такая уж длин такая же длинная чтобы можно было в грунте его поставить или так далее он упадет на бок по любому поэтому что хочется сказать как получилось так получилось фактически аппарат за свои деньги достаточно неплохой в бюджете до менее 90 тысяч рублей и думаю много кто его оценит по существу есть недоделки но они мелочные и на ходовые качества никак в принципе не влияет поэтому делайте выводы я думаю что среди такого класса более качественных конкурентов по пальцам пересчитать поэтому но они как правило стоит значительно все дороже спасибо что были на нашем канале всем всего доброго всем пока